Накануне вечером на улице Дмитрия Ульянова в Туале троллейбус протаранил несущую стену жилого пятиэтажного дома. Сотрудники ГИБДД установили, что тормозные системы транспортного средства находились в исправном состоянии, однако есть пострадавшие. Все подробности знает Надежда Долгих. 13-му дому не повезло. Именно его стену протаранил троллейбус. К счастью, в этой комнате в тот момент никто не находился, в соседней была женщина 90 лет. А делалась и с пугом, и повышенным давлением. Я вчера уже улеглась спать. Восемь часов я рано ложусь. Читала я. Потом взрыв какой-то. Приехала скорая, у меня давление очень повысилось. На выручку сразу же приехала дочь, которая вместе с комиссией и оценила масштабы разрушения. В той комнате вдоль окна большая трещина. Окно перекушено. Не закрывается, не открывается. По данным Тулы Горэлектротранса, водитель 1966 года рождения, 6 сентября работал во вторую смену. А предрейсовый медосмотр, который должны проходить все водители перед началом маршрута, ничего не показал. У него произошел инсульт. Троллейбус покатился назад, пересек встречную полосу и врезался в дом. Ремонт квартиры произведем мы самостоятельно, своими силами. У нас есть собственная бригада. В дальнейшем проведем косметический ремонт внутри комнаты. На данный момент водитель находится в Ваныкинской больнице, как и кондуктор, получивший, по словам руководства Тулы Горэлектротранса, перелом руки и ушиб ребер. Ну а жительница теперь уже очень хорошо проветриваемой квартиры будет ждать ремонта в соседних с обрушением комнатах. Никаких нарушений несущих конструкций сейчас не выявлено. Обрушений, угрозы обрушений в настоящий момент нет. В принципе, там такого, что там надо кого-то переселять, такой необходимости нет. В начале следующей недели будет готовое экспертное заключение, согласно которому станет известна сумма, необходимая для ремонта. А хоть работ будет контролировать администрация города. Надежда Долгих, Алексей Петрушин, Вести Тулы. ПОДПИШИСЬ! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...